30-летний москвич Сергей Водопьянов. Великолепный боксер, молодой. Мы уже не раз говорили о том, что всего 5 лет Сергей занимается боксом и достиг вот таких вот высот. Соперник у него сегодня вполне серьезный. Боксер из Монголии Энгхабад Бадарууган. Провел вчера очень тяжелый бой против англичана Джозефа Мюрия. Сначала монгольский боксер выигрывал абсолютно явно, но потом произошел какой-то перелом. И англичанин стал быстро его доставать, но все-таки не хватило времени. И в финал пробился, как вы понимаете, Бадарууган. Ну а Сергей Водопьянов очень уверенно, с большим преимуществом выиграл у боксера с Куэрто-Рико Макджоя Араио. Ну давайте посмотрим, поболеем. Специалисты говорят, что здесь шансы 50 на 50, но... Ну как вы считаете? Я считаю, что 60 на 40 в пользу Сергея. Я считаю так же, но хоть даже если бы шансы были 40 на 60 в обратную сторону, я все равно, естественно, бля бы за Сергея. Олег, конечно, мы будем за Сережей, но давайте посмотрим, что он сделает. Потому что очень уверенно, очень, я бы сказал, вы знаете, так и не по-юношески, а именно по-взрослому, по-мужицки он провел до этого все предыдущие бои. Он настроен, видно, по... Прямо заряжен. Каждый кулак. Сам он в целом, только на победу. Еще раз скажу, что мы увидим сегодня 6 наших боксеров на этом ринге. Вот первый из них Сережа Водопян. Миколепная реакция. Очень хорошее чувство дистанции, но это вы сами сейчас все увидите. И заряженность на атаку поставлена. Да, поджал Калатов, лжедейство. Пусть не очень жестко, не очень сильно, но быстро. Он губ успел уйти от этой атаки. Мирков вниз. Продолжает идти вперед Водопьянов. Как-то не видно по монгольскому боксеру, что он настроен на 100% победу. Ну, он ведь тоже смотрел, он изучал соперника. Не как Сергей. Все-таки Сережа настроен так, что вот все видно, что он хочет только победить и приехать домой с золотой медалью чемпиона. Ну, посмотрим. Дай Бог, чтобы ему это удалось. Пока он везет, вы видите. Преимущество небольшое. Два очка, но все-таки до первого раунда. Не так уж плохо. Снова в атаке Сергей. Главное, не потерять хладнокровие. Видите, монгол ответил вдруг неожиданно. Разрыв сократился. Это как бы не очень хорошо. До первого раунда нужно было сделать задел. То есть немножко оторваться любимым способом, чтобы уже был запас. Ну, еще раз говорю, соперник очень сильный. Пожалуй, сильнее всех, с кем мы до этого приходили встречаться. Да, соперник сильный, опытный. Татьяна, помню, два года назад Водопьянов в 18-летнем возрасте уже стал чемпионом Европы. Это после трех лет всего занятий боксом. Представляете, Дорогой? О чем это говорить? Ну, условно, в первую очередь о таланте. Внимательно слушает он все, что ему говорят в углу. На самом деле, очень внимательно слушает, но не забывает думать о своем. Ну, все, атмосфера спокойная. Хотя Александр Гребезяк никогда не давит на боксера. Он спокойно всегда объясняет, указывает на какие-то ошибки. Но не устраивает накачек, разносов. Да, это удивительно. Очень сильный боксер в прошлом. Он, в общем-то, должен очень много объяснять. И подчас в прошлом сильный боксеры делают так, вернее, говорят, как они когда-то сами боксировали. То есть, немножко диктуют. Ну, вот это, кстати, неправильно. Делай, как я, это не всегда оправдывает себя. Не только в боксе, а во всех других вирусах. Все-таки тренер должен быть мудрее. И видеть перед собой тот материал и способность того человека. И что он тут может сделать. Посоветовать именно только то, что характерно для его спортсмена. Ну, вот видим еще одно очко в копилке. И Сергея. Да, немножко разрыв сократился. То есть, не сократился, а увеличился. Да. Потому что только на руку нам уже более-менее спокойно можно чувствовать себя. И переживать за Сергея. Ну, два очка это еще очень мало. Все-таки хотелось бы очков 7-8 иметь преимущество. И когда Сергей расходится, с него упадет вот эта дикая ответственность. Которая, конечно, присутствует нервозно. Какой-то бой финальный. Ну, вот смотрите. Он провел немало боев уже на этом турнире. А не чувствуется усталость такого. Желание не иссякло нисколько побеждать. Как правило, финальные бои не такие яркие получаются. Потому что, на самом деле, после 3-4-5 проведенных поединков, ну, сил просто и эмоций не остается. Ну, и напряжение через счет большое. Да, вероятно, что это сказалось на монгольском боксере. А вот на Сергея нисколько. Ну, давайте все-таки постучим по дереву. Счет-то скользкий. Но Сергей продолжает идти вперед. Продолжает поддавливать своего соперника. Вот. Какой-то непонятный удар. Узрели судьи, да, какой-то удар в ответ, честно говоря. Это было абсолютно неявно. А вот это хорошая атака, замечательная. И где же был ответный удар? Нет, там был, на самом деле, был встречный удар. Какой-то руки справа. Немножко неосторожно Сергей пошел вперед. Счет-сравнялся, вы видите, очень серьезный поединок. Очень серьезный удар в удар. Закончился второй раунд. И вот Александр Левзят уже чуть-чуть повышается. Конечно.